26 октября 2003 года в Москве ушел из жизни режиссер Элем Климов. Его дипломная работа в Авгихе навсегда вошла в золотой фонд отечественной комедии, а реплики героев стали крыватыми. А что это здесь делать? Именно эта лента прославила малоизвестного актера Евгения Евстигнеева. Студент Элем Климов настоял, чтобы главную роль сыграл именно он. У всех привес, а третий отряд на месте топчется. С чем приехали, с тем и уехали. А в других отрядах? Что ни день, сто грамм, что ни день, сто грамм. Пронзительную драму прощания с матерой по одноименной повести Валентина Распутина Элем Климов доснимал за свою жену, режиссера Ларису Шипитько. Она погибла в автокатастрофе вместе со съемочной группой. Дядь Паш, матеру закопили. Но главной в судьбе режиссера Климова стала картина «Иди и смотри». Он первым показал войну без ретуши и недосказанности, страшную, пронзительно натуралистичную. Всего Элем Климов снял шесть картин, только шесть. Но этого оказалось достаточно, чтобы имя режиссера вписали в учебники по кинематографии во всем мире. Элем Климов не был обласкан властью. Напротив, съемки его фильмов откладывали на годы, а готовые картины убирали на полку. Однако едва они выходили в прокат, как становились событием и на родине, и за рубежом. Стивен Спилберг признавался, что снял два своих фильма под впечатлением от ленты «Иди и смотри». Это культовые блокбастеры Голливуда «Спасти рядового Райна» и «Список Шиндлера». Спилберг заставлял съемочную группу во время съемок пересматривать картину советского режиссера. Американские и европейские продюсеры заваливали Климова предложениями, а он отказывался и жил практически отшельником. Последние 18 лет своей жизни кино не снимал и медленно угасал. Нет сомнений, он сам выбрал такой путь. Но почему? Чтобы узнать это, мы с вами проживем последний день Элема Климова. 11 сентября 2003 года, квартира Элема Климова, 11 утра. Элем Германович открывает глаза, ему снова снилась жена Лариса. К этим снам он давно привык и был благодарен им за то, что его фантастическая связь с любимой женщиной не прервалась. Она погибла вместе со своими товарищами, оператором Володей Чухновым, художником Юрой Фоменко и еще тремя членами съемочной группы. Они только что приступили к съемкам фильма по повести Валентины Распутины «Прощание с матерой». Обычно Лариса улыбалась, но этот сон был из далекого прошлого. Тогда он проснулся до рассвета от липкого, удушливого волнения. Было 5 часов 18 минут. Приснился кошмар. Машина летит через дорогу, врезается в грузовик. Сон оказался вещем. В тот момент Ларисе, получившей смертельную травму, в автокатастрофе оставалось жить всего 20 минут. А Элему Климову предстояло до конца дней мучиться, вновь и вновь переживая кошмарное сновидение и свою утрату. Лариса, конечно, женщина удивительного характера, жесткости, стойкости, упрямства, если хотите, самоотверженности. Она внешне производила впечатление такой прекрасной, красивой очень девочки. Климов был старше. К моменту знакомства с будущей женой он уже успел закончить Московский авиационный институт и поработать инженером-конструктором. Но его внимание не произвело на Шипитько никакого впечатления. Вокруг нее вилось немало поклонников. Одна из первых красавиц в ГИКе была. Элему ее сразу приметил. Ей тогда 25 было. И такая, смотрю, высокая, красивая, невероятная. И сразу видно с характером, умница. Позже ею будут восхищаться маститые заокеанские коллеги. Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорцезе, а актриса Лайза Миннелли назовет Ларису красивейшей женщиной Европы. Случится это после того, как фильмы Шипитько будут отмечены призами на многочисленных международных кинофестивалях. Свой первый полнометражный фильм «Зной» Лариса Шипитько снимала в Киргизии. Там режиссер тяжело заболела, инфекционная желтуха. Шипитько добилась, чтобы на съемки ее выносили на носилках и продолжала снимать свое кино. С высокой температурой, фактически в бреду. В какой-то момент риск для здоровья стал смертельным. Тогда именно Элем помог закончить работу, и неприступная красавица позволила приблизиться к себе. Режиссер – профессия, которая требует незаурядных волевых качеств, а семейная жизнь невозможна без взаимных уступок. И это смущало Ларису. Когда Элем сделал ей предложение, она спросила, «А ты не будешь на меня давить? Мы же оба режиссеры». Климов пообещал, что не будет, и свое слово сдержал. Но жизнь приготовила и много других испытаний. Первым стало испытание славы. Дебютные картины обоих супругов вызвали большой резонанс и собрали множество призов. Однако прежде чем к Элему пришел успех, ему пришлось проявить незаурядное упорство. Когда он начинал работу над своим дипломным фильмом «Добро пожаловать» или «Посторонний фото воспрещен», педагоги настоятельно рекомендовали студенту на главную роль пригласить известного комедийного актера Михаила Пуговкина. Его появление на экране практически гарантировало фильму получение прокатного удостоверения. Однако Климов остался непреклонным. Он не хотел снимать шаблонную комедию. Для начинающего режиссера, студента, это была неслыханная дерзость. Взялся снимать вроде бы еще совсем зеленый пятикурсник, и он с самого начала качал права. Он просто сказал, что «Ребята, это уже без меня. Я буду снимать только Евстигнеева». Это сказал не заслуженный режиссер, это сказал человек, который собирался снимать свой дипломный вообще фильм. Левый! 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 Да подождите! Не надо это в самодеятельности. Это же Маяковский. Знаю. Маяковску в каком классе проходит? Но эти разногласия меркли на фоне главных претензий – к сценарию. Киночиновники понимали, хоть действие фильма и происходит в пионерском лагере, острие сатиры метит куда выше. Картина высмеивала бюрократизм, доходящий до абсурда, и трусость чиновников. Ректор ВГИКа, обеспокоенный возможными взысканиями за подобную дипломную работу своего студента, обращался в Госкино и даже в ЦК КПСС с просьбой фильм закрыть. Товарищ Денин. Что товарищ Денин? Это несправедливо. Я думаю. А ты меньше думаешь? Климова изматывали бесконечной комиссией проверки отснятого материала. В конце концов в Краснодарский край, где шли съемки, пришла зловещая телеграмма. Работу прекратить, группе вернуться в Москву. Казалось, фильму не суждено состояться. Он хитростью смог, скажем так, его спасти, выкидывая, делая вид, что не читал уведомления из Госкино. Максимально активно тратя деньги, скажем так, чтобы уже потом просто жабу душила наших товарищей чиновников на тему закрытия фильма. В результате, таким образом, он дохитрил до момента, когда фильм уже был закончен. Премьера комедии в Госкино прошла в полной тишине. Зал молчал даже на самых смешных моментах. Здесь зрители аплодируют, здесь зрители аплодируют. Аплодируют, аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать. Цензоры с ужасом смотрели картину, мысленно уже навешивали на нее ирлыки антисоветской и антихрущевской. Дошло до абсурда. В эпизоде «Шуточных похорон бабушки» усмотрели сходство героини с первым секретарем ЦК Компартии Никиты Хрущеву. Так, сейчас говорить начнут. Когда он был маленький... Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка. За всю свою жизнь я не смог огорчить ее до смерти. Хрущев совершенно случайно у себя на даче этот фильм посмотрел. Получил несказанное удовольствие. И после этого, конечно, все звонки пошли вниз. И буквально в тот же вечер уже деятели киноиндустрии, отца с открытыми объятиями, приветствовали на даче в Переделкино с большим количеством алкоголя. И желанием пятый раз за вечер пересмотреть твой гениальный совершенно фильм. Так вчерашний студент Климов сразу узнал цену по хвалам и критике коллег. Это еще больше сблизило его с женой. Лариса, как и Элем, никогда не меняла мнение, чтобы угодить высокому начальству. 11 сентября 2003 года, полдень. Элем Климов наливает себе чай. С большого портрета на стене смотрит Лариса. Жены нет рядом уже почти четверть века, но он продолжает разговаривать с ней, обычно во снах. Последнее время он не скрывает от близких, что очень ждет, когда сможет соединиться с той, которую любил и любит. Там, за чертой. Чтобы посидеть и помолчать, как когда-то в прошлой жизни, когда они были молоды и снимали каждое свое кино. Как-то поступали богатыри. Что-то не припомню. Богатыри всегда шли прямо. Ну и дураки. Фильмы Ларисы хоть и принимались чиновниками госкино с трудом, но все же выходили на экраны. И имели грандиозный успех. Крылья. В 13-м часу ночи. Ты и я. А у Элема одна неудача следовала за другой. Почему я такой веселый сегодня? Да. Во-первых, потому что первый день съезд. Это приятно. А во-вторых, сегодня мы сдаем свою новую картину, которая называется «Похождение зубного врача». Комедия, правая комедия. Это вы определите, когда ее увидите. Вторая его картина «Похождение зубного врача» вышла ограниченным прокатом. Это значит, что посмотреть ее могли единицы. В чем дело? Действительно. Почему-то удобно совершить подлость. И неудобно об этом сказать в лицо. Но настоящая борьба развернулась с бюрократами за право снимать фильм «Агония», от замысла до премьеры которого прошло целых 20 лет. А, Горемыкин, Горемыкин. Брать взятки, деньгами и от кого позже. Поначалу ничего такого трагического, драматического в судьбе Климового режиссера не было. Все началось по-серьезному потом. А скорее закончилась агония. Вот там было действительно и мучение режиссера, и какой-то слом его личностный. Кинематографическое руководство трижды разрешало запустить фильм в производство, и трижды внезапно и без видимых причин останавливало работу над фильмом. Страшно переживало. Страшно. Он тогда заболел, у него какие-то кожные пошли нарывы, он был перебинтован весь. И то же самое повторилось с ним. Вот такое у него социидальные были настроения. Настолько он был самоедом и максималистом, что ему казалось, что вот жизнь рушится, потому что жизнь надо проживать так, чтобы не было вторых дублей, их не бывает. Если ты что-то не сделал, то уже это все. Но Климову пришлось забыть о себе и о своей творческой нереализованности, когда жена, будучи в положении, очень неудачно упала. Сотрясение мозга врачи определили быстро, а вот травму позвоночника не заметили. Когда проблемы со спиной стали очевидными, медики вынесли вердикт – никаких родов. Но Шипитько уперлась. Буду рожать. Несколько месяцев она провела в горизонтальном положении. Не давая никаких гарантий, бесконечно напоминая про риск для жизни ее и будущего ребенка, врачи вытягивали ей позвонки. Элем там бегал, доставал крабов, поскольку надо было есть крабов для укрепления позвоночника. Но она выдержала все и родила прекрасного, как теперь видно, сына. Настоящее отчаяние накрыло Элема Климова, когда Лариса сняла «Восхождение». За один год фильм стал победителем трех международных фестивалей – в Риге, Сопоте и Берлине. Причем в Берлине он получил не только Гран-при, но и премии Международной организации кинокритиков и Международного католического киноцентра. После маминого триумфа с восхождением, когда у отца как раз наоборот был полный загон, и отец находился в страшной депрессии, которая только, может быть, усугублялась таким совершенно всемирным успехом собственной жены. И тогда, к сожалению, у них даже были какие-то трещины в отношениях, которые чуть ли не привели к расставанию. Он ушел из дома, поселился в мастерской у драматурга Виктора Мережка, и Лариса ничего не могла понять. Она считала, что он к другой женщине ушел, а он просто ушел, потому что не мог чувствовать себя в этом, извиняюсь, дерьме. При том, что жена, она не просто жена, она режиссер, соседка по студии, вот она в таком порядке, в таком успехе. В конце концов, Лариса поняла, что никакой другой женщины у мужа нет и быть не может. Он просто не мог пережить конкуренции с ней, принять ее успех. Климову и Шипитько хватило мужества вместе пройти этот сложный период. 11 сентября 2003 года, 14.00. Элем Климов открывает верхних ящик стола. Там лежат маленькие и большие клочки бумаги, на которых он пишет стихи. Это единственное, что он творил в последние годы. А затем безжалостно комкал и бросал бумажный шарик в большую вазу, оставляя в ящике стола лишь самое сокровенное. Ты та, которая не может не присниться. Ты моя жар-птица. Ты моя жена, ты умерла. Но ты не можешь прекратиться. Ведь у меня хранится твоя ресница. Ларисе был всего 41 год. Она погибла на съемках своего нового фильма «Прощание с матерой». На 187-м километре Ленинградского шоссе машина съемочной группы по неустановленной причине выскочила на полосу встречного движения и врезалась в грузовик, который мчался на большой скорости. Элем винил во всем себя. Именно он настоял, чтобы жена снимала драму про затопленную деревню. Выбери, Лариса, другой сценарий, который хотела снимать сама, возможно, ничего бы и не произошло. Внезапная смерть всемирно известного режиссера, к тому же красивой женщины, дала повод для мистических слухов. Говорили всему виной вековое дерево, которое сожгли для съемок прощания. И эту автокатастрофу якобы напророчила Ванга. Но, скорее всего, причины были прозаичны. Плохая видимость, мокрая дорога и усталость водителя съемочной группы. Элем Климов узнал о гибели жены от директора киностудии «Мосфильм». Выразив соболезнования, тот выдержал паузу и произнес. «Элем, ты должен продолжить съемки Ларисиной картины». Ну, понятно, что Гускину надо было что-то решать с уже запущенным фильмом, в котором погибла вся основа съемочной группы. И деньги, конечно, были потрачены. И, на самом деле, это может показаться кому-то очень цинично. Что, то, что называется, не отходя от гроба, такие вещи ему озвучивали. Но, как ни странно, это его спасло. Жизнь Элема раскололась в тот момент на две неравные части. С Ларисой и без нее. Климов сходил с ума от горя. Изводил себя сознанием вины за то, что ревновал жену к ее славе. И только мысль, что он должен работать в память о Шипитько, заставляла его жить и дышать. Как в Киргизии, когда он помог заболевшей возлюбленной закончить ее первый фильм, он взялся доделывать ее последнюю работу. Через две недели мы уже поехали туда, на Селигер. И там я был с ним неотлучным. Мы так работали, что мы жили в одной комнате. И ночью мы пишем следующую сцену. На утро с ней выезжаем. Там весь день. А это слякоть. Там дороги эти 30 километров по ухабам, по слякоть. И вся группа едет. И там еще допридумывали в автобусе. Потом приезжаем без задних ног, значит, валимся. И надо следующую сцену писать. И вот так продолжалось. В этот период у Елема Климова было в производстве два собственных фильма. «Агония» и «Иди и смотри». Обе ленты фактически находились под запретом. Он был полностью творчески опустошен. И тогда именно до съемки фильма «Жены» не только помогли Климову пережить трагедию, но и заставили снова поверить в себя и в тех, кто рядом. «Детенька, ты говорил, чтоб я долго жила. Я и жила. А зачем? Ради жизни самой? Или заради детей? Или заради чего еще?» 11 сентября 2003 года, 16.00. Елем Климов берет трубку мобильного. Накануне он не пошел на семейное торжество, сославшись на самочувствие. И хочет позвонить младшему брату еще раз извиниться. Их связывало больше, чем родство. Герман стал талантливым сценаристом. Они вместе снимали «Прощание», экспериментальный фильм «Спорт, спорт, спорт», драму «Иди и смотри». В их общей копилке было несколько задуманных, но не снятых картин. Набрав номер, Елем поинтересовался самочувствием мамы. Калерии Георгиевне шел 1994 год. Почему-то Елему вспомнилось детство. Эвакуация из Сталинграда на пароме по горящей Волге. И мама молодая, укрывающая их с маленьким Германом, матрасами и собой. Она ложилась сверху, чтобы заслонить сыновей от осколков, разрывающихся рядом бомб. Елем Климов помнил войну слишком хорошо. Горящий Сталинград, налеты, эвакуация в Свердловск, путь до которого занял три месяца. И возвращение в разрушенный послевоенный город, где любимым развлечением мальчишек было стрелять из найденного оружия и взрывать в костре боеприпасы. Многие по глупости погибли. Картина «Иди и смотри» так и начинается. С того, что дети откапывают оружие. Давай, давай! Девушки в лес не примут! Он рассказывал, рассказывал, они же волгоградские. Это вот как раз то ощущение, когда детскими глазами, когда река горит, дома горят, люди погибают. Элем Георгиевич Климов видел своими глазами, пережил это. Актер Алексей Кравченко признается, ему никогда не забыть взгляд режиссера, когда он вспоминал свои детские переживания. Казалось, Климову просто необходимо их выплеснуть, чтобы освободиться от тяжести и жить дальше. Свою картину о войне Элем Климов задумал снять еще в 1977 году, когда фильм Ларисы Шипитько на военную тему восхождения стал триумфатором международных кинофестивалей. В этом, безусловно, был элемент конкуренции двух супругов режиссеру. Однако тогда его вновь постигла неудача. За несколько дней до начала съемок на площадку в Минск приехала комиссия Госкино и озвучила 12 замечаний, каждая из которых убивала идею фильма. Судьба картины должна была решиться на худсовете. Съемочная группа подготовила для показа пробы, документальный материал и даже настоящую партизанскую винтовку. Для убедительности ее зарядили, правда, холостыми. На худсовете присутствовал и автор книги, по которой снималась картина, Олесь Адамович. Когда стало очевидно, что картину приговорили, Адамович вскочил. Климов схватил его за руки, понимая, что сейчас произойдет что-то страшное. Единственным желанием обоих было взять винтовку и жахнуть по мучителям. Так они и стояли, удерживая друг друга. В этот момент директор картины подошел к оружию и, не зная, что оно заряжено, почему-то нажал на курок, раздался. Выстрел! Картину немедленно закрыли. Смерть Ларисы многое изменило. Лем, который много лет жил словно для того, чтобы поддерживать свою талантливую жену, вдруг поверил в себя. Он сумел добиться того, что его режиссерское видение было признано киноначальству. Картина «Иди и смотри» стала новой вехой в киноискусстве. Потрясающие кадры, которые на тот момент никто в нашем кино и даже в Голливуде еще практически не делал. Например, что касается непосредственно самого кинематографического языка, вот этой максимальной жесткости, максимального натурализма, который у нас в кино, конечно, не практиковался совершенно, да и он и там не практиковался. Вопреки принятым съемочным канонам, фильм снимался строго в хронологической последовательности. Режиссер понимал, только так можно запечатлеть трансформацию главного героя, который за короткое время превращается из подростка в седого старика. У меня за период съемок было несколько видов контактных линз, вариантов зеркальные, матовые. В матовых ничего не видно, то есть ты расплывчато видишь, как в густом-густом тумане. Элем Гермич садился передо мной. Я понимаю, что он на меня смотрит, у меня все размыто, и все равно я его чувствовал, его энергию. Вот в его энергии для меня заключалось все. Мы почти не объяснялись словами, что надо, как надо. Такое огромное болото. Иду среди этой толпы пробираюсь и слышу голос Климова всегда. Не реветь, не реветь, не реветь. У меня я еле-еле сдерживался. Это такая большая редкость, когда ты и режиссер, актер-режиссер, но как единое целое. Это редкое такое ощущение, знаете. Но это правильно в кино. Если так происходит, получается кино. 11 сентября 2003 года, 18.00. Элем Клима включает телевизор, транслирует баскетбольный матч. Когда-то и сам режиссер был капитаном баскетбольной команды института. А теперь давно не смотрит ничего, кроме спортивных каналов. Все остальное перестало его интересовать. Больше всего разочарование приносило кино. Но Климову категорически не нравилось то, что снималось и выходило на экраны. Он чувствовал за это ответственность и страдал. Фильм «Иди и смотри» принес Климову признание. Золотой приз Московского международного кинофестиваля. Звание «Лучший фильм года» по версии читателей журнала «Советский экран». Казалось, двери кинематографа наконец широко распахнулись для режиссера. А в самый разгар «Перестройки» в 1986 году Элему Климову даже предложили возглавить союз кинематографистов. На скандальном пятом съезде этой творческой организации, когда критики были подвергнуты все прежние авторитеты, Климова избрали председателем. Элем был воодушевлен. Он искренне верил, что сможет подарить коллегам настоящую свободу творчества и восстановить справедливость нам, изменить порочную систему цензуры и снять с полки запрещенные к показу фильмы. На следующий день после съезда Элем Климов выступил с жесткой критикой государственной и партийной монополии в кинематографе. Обрушился на Госкино СССР и всю его систему. «Нам, конечно, надо сейчас изменить стиль работы. Прежний стиль совершенно не годится, и прежний стиль работы всего кинематографа, и стиль работы Союза кинематографистов». Началась глобальная перестройка кинопроизводства. Именитые и признанные режиссеры, которые снимали одну эпохальную картину за другой, Бондарчук, Ростоцкий, Кулиджанов, потеряли свои посты в Союзе кинематографистов, были подвергнуты критике. Все почувствовали такую железную руку Элема. И потом его, конечно, монолог насчет Госкино, насчет цензуры, что эту машину все надо сломать. И эта ломка началась там. Другое дело, какие-то вещи угадали точно, какие-то вещи сделали зря. Ну, я считаю, что зря, например, разрушили эти большие студии. Вот это было ошибкой дробления кинематографа. Климов мечтал, что с его приходом на пост главы Союза кинематографистов в стране наступит золотой век кино. Но оказалось, что пресс-цензуры создавал условия, в которых рождались настоящие шедевры на все времена. А фильмы перестроечной эпохи, которые в те годы казались новым словом в кино, сегодня почти забыты. Вот сейчас прошло время, эти все картины кажутся детскими забавами. Ну да, тогда это было для нас ново, неожиданно, непривычно. Ну и что? Трагедия в том, что не поднялось вот этой новой волны созидательной в кинематографе. Большие надежды Климов излагал на фильмы, которые в свое время были запрещены к показу. Однако вскоре выяснилось, картины, лежавшие на полке, устарели или на самом деле были слабыми. Творческие личности, получившие невиданную свободу, не создавали ничего даже равноценного тому, что выходило в советское время. По многим причинам это не произошло. Произошло совершенно обратное. И он чувствовал себя виноватым. Он говорит, я виноват. Зачем вот это сделал? Зачем я виноват? Вот это еще чувство вины его терзало. Он был очень совещанный человек. Вот я думаю, цепочка вот таких маленьких, крупных разочарований тоже на него повлияла и тоже в конечном итоге убила его. Через два года, в 1988-м, Ильям Климов попросился в творческий отпуск снимать кино. А на самом деле просто сбежал. Отец на самом деле, конечно, был идеалистом. И как и многие идеалисты, он был безумно увлечен в все это идеи перестройки. Отец, конечно, ужаснулся от всех этих хозяйственных разборок, от всех этих безумных интриг, которые творились в «Союзе кимитографистов». И настолько отравился этим, что он мечтал уже уйти, скажем так, обратно в творчество. Климов мечтал с головой погрузиться в работу над новым фильмом по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Но этому проекту не суждено было осуществиться. 11 сентября 2003 года, 20.00. Ильям Климов достает дневник, перечитывает последнюю запись. «Вне стало скучно жить в этом мире. Невыразимо скучно стало жить в этом мире». Дописывает. «В определенный момент старости люди уже не нужны. Нужно подружиться со смертью». В начале 2000-х режиссер Климов стал мировой известностью. Британский журнал «Тайм-Аут» поставил фильм «Иди и смотри» на шестую строчку в списке 50 лучших военных фильмов всех времен и признал его лучшим фильмом о Второй мировой войне. Журнал «Эмпайр» включил картину под номером 60 в список 500 лучших фильмов всех времен. Европейские и американские продюсеры предлагали Климову сценарии, которые имели все шансы стать блокбастерами. А русский режиссер тем временем грезил идеей экранизации «Мастера» и «Маргариты». Своему брату Герману он говорил, «Мы взобрались на такую вершину, что спускаться мне в долину уже неинтересно». После душных кабинетов Союза кинематографистов первый год работы над фильмом воскресил Элема. Вместе с братом они писали сценарий нового и с технической, и с творческой точки зрения фильма. Сначала был такой энтузиазм, мы хорошо поездили, мы съездили в Японию, в Америку, в Грецию, в Израиль. Типа там натура, технические возможности, это так все. Эмоциональный подъем был. Однако после года подготовительной работы выяснилось, денег на съемки нет. Самый, понятно, идеальный вариант финансирования в то время был Голливуд, где у него было огромное количество связей, где его принимали на самом высоком уровне, где он ржевел с Адспилбергом, с Лукасом и так далее. И даже они ему говорили, что не мы решаем. Вот видишь, тут небоскреб. Вот там вот сидят шесть персонажей, условно говоря, Вайнштейнов, которые, собственно, и принимают все решения. И, конечно, были понятные условия, типичные для Голливуда, то есть голливудские звезды, определенное упрощение сценария, точнее, максимальное упрощение сценария, превращение всего в такой лав-стори с элементами мистики. Как и в начале своей карьеры, режиссер неожиданно уперся в необходимость подлаживаться под вкусы продюсеров. Только в Советском Союзе в этой роли выступали киноначальники. И вновь Элем проявил свой неуступчивый характер. Не согласился превращать роман Булгакова в шаблонную любовную историю на голливудский лад. Казалось, о проекте придется забыть, но неожиданно его поддержали на родине. Частный инвестор предложил деньги на картину. Когда ему на пленуме в Совете кинематографистов такой-то таки задят, цветочный король Москвы, говорил, а я бы вот дал Элему, племму на мастера мавлерея. И все, там повисла пауза такая, все ждали, что Элема ответит. А он, Элема, Элема. А сначала я должен знать, откуда эти деньги, что это за деньги. Это духовная опрятность называется. И никогда бы с грязными деньгами не связался. Ну, он бы не пошел бы на компромисс. Это не тот человек, поэтому это бессмысленно об этом говорить. Климов боролся за мастера Маргариту до последнего. Когда стало очевидно, что фильм снять не удастся, режиссер уединился в своей мастерской, все больше отдаляясь от людей и все меньше интересуясь кино. Я не знаю, перегорел, что ли, наверное. Он сам сказал, что в какой-то момент ему перестало быть интересно кино. И он нашел новое, соответственно, творчество, он нашел поэзию. Но поэзия требует всего лишь ручки, бумаги и больше ничего. Но это, конечно, история в создании чуть-чуть посложнее. Телефон и дверной звонок тревожили Климова все реже. Рядом оставались только самые преданные и бескорыстные люди. Они пытались вытащить Елема из затворничества. Но он только повторял. «Друзья, мне с собой не скучно. Не скучно?» Помню, мы тогда собрались как-то у него дома. По-моему, просто был день его рождения. Не юбилей, а именно день рождения. Он какой-то сидел печальный, неразговорчивый. Я говорю, обратился к ему, я говорю, «Элем, давай за тебя выпьем». Он так совершенно умирающим голосом, «Ну, давай, если хочешь, давай». То есть ему это было даже не очень важно и не очень интересно. Я всегда приходил, он стихи мне читал. Какие-то эпиграммы, стихи. Он сам писал. Мне казалось, что он закрылся. Вот все, он уже не захочет ничего делать. Хотя, мне кажется, он до конца хотел, но это как-то, может быть, как самозащита была. Теперь, когда в настоящем оставались только самые близкие люди и стихи, Климов все больше жил прошлым. Призрак любимой жены являлся во снах так часто, что стал частью реальной жизни «Элема». Я думаю, что любовь к маме для отца была любовью на всю жизнь, потому что он не смог и, наверное, не хотел найти женщину, которую он полюбил бы так же сильно. Сознавая, что Лариса уже никогда не сможет быть с ним в этом мире, «Элем» начал мечтать соединиться со своей единственной желанной, за роковой чертой. И он ушел из жизни, потому что он как будто бы не хотел жить. Ему неинтересно было жить. 11 сентября 2003 года, 22.00. «Элем Климов» смотрит на страницу дневника, который лежит у него на коленях. Там наискосок написаны довольно старые, чуть выцветшие строки. «Луга, лиса, Лариса, Льют листья легкий свет, Я в отлетевшей мысли Ищу твой ломкий след. Пора ложиться спать». Он улыбнулся в предвкушении встречи, зная, что и этой ночью ему снова приснится она, его жена Лариса, живая и улыбающаяся. Утром сын заглянул к отцу, но, застав его спящим, решил не будить. «Элем Климов» больше не проснулся. Затем были реанимация, 40 дней в коме и тихий уход в вечность. Режиссера не стало 26 октября, 2003 года. Долгое время все, в том числе и сам Климов, считали, что его имя «Элем» это сокращение от «Энгельс», «Ленин» и «Маркс». Такие имена были в моде в начале 30-х годов, как дань революции. Климов уже стал взрослым, когда мама призналась ему, вожди пролетариата совершенно ни при чем. Она назвала его в честь главного героя романа Джека Лондона «День пламенеет». «Элем Харниш» был золотым королем Аляски. Немыслимо разбогатев, он добровольно отказался от своего состояния, чтобы обрести простое семейное счастье с любимой женщиной. Парадоксальным образом имя во многом определило судьбу и Элема Климова. Соперничая с выдающимся режиссером, собственной женой, он создал шедевры кино, но потеряв любимую и пережив крушение своих идеалов, жил лишь мечтой соединиться с той, кто была ему дороже всего. И в конце концов эта мечта исполнилась. Где-то там души Ларисы Шипитько и Элема Климова снова вместе и уже навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok